итак в этом видео давайте поговорим про обработку клавишных партий здесь у меня их так глобально четыре штуки но по сути инструмента здесь три это клавиши точнее фортепиано это два канала мелотрона которые просто разную функцию и разные настройки имеют хотя по сути они ну особо не пересекаются только разве что вот здесь и в конце ну в общем можно сказать один элемент который просто чуть по-разному играет и орган это третий такой тоже масштабный элемент здесь который очень хорошо подчеркивает аранжировку и добавляет тоже своей глубины и насыщенности и вносит разницу между частями то есть отличие куплета от припева то есть то что не заставляет точнее то что заставляет слушателя постоянно быть во внимании и не заскучать скажем так вот развитие аранжировки давайте начнем с фортепиано оно здесь у нас звучит исключительно в припевах и в самом конце то есть играет такую довольно однообразную партию просто в верхах такими интервалами тоже кстати характерная партия для тех лет вообще для этого жанра опять же у той же эми уайнхаус очень часто это использовалось приему такого рояля и по обработке все тоже довольно просто у нас срезаны вот низкие частоты и верхние по что у нас здесь преимущественно вверху играет партия дальше у меня стоит чуть-чуть компрессии но она кстати даже практически не срабатывает что у меня плюс-минус в велосипе все ровно то есть где-то на отдельных нотах и я больше использую скорее для сатурации то есть здесь все таки компрессор добавляет своего окраса то есть такой звук чуть более яркий становится и опять же уже знакомый denis god мод сатуратор пленочный который тоже нас нужной частотной зоны мне подкрашивает но тут подмешивание прям еле-еле заметная поэтому не сказать что он прям супер как-то меняет картинку но чуть-чуть добавляет вот этой краски и также меня все идет на вторую комнату куда шла соло гитара и хлопки то есть дополнительная комната вот так она звучит напомню просто чтобы фортепиано было в пространстве эта комната довольно большая и она хорошо сочетается с барабанами то есть у барабанов у нас довольно большая комната и у фаной получается все как в одном пространстве едином и еще здесь чуть-чуть идет на spring то есть тоже чтобы spring у нас создавал то есть таким образом у нас тоже и передается глубинат этой партии давайте еще раз послушаем в контексте то есть эта партия она просто добавляет движение она там не несет куть ключевой роль но без нее припев не так сильно отделяется от куплета то есть услышно что сильно как будто ничего не поменялось кроме там рисунка барабанов но за счет нее сразу слышно что у нас начался припев доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по лоджик про и о работе со звуком а самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусте и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене так идем дальше у нас дальше идет мелатрон у мелатрон у нас вот такие настройки то есть у нас здесь звучит выбранные три скрипки и female хор то есть хор женский при этом женский хор опущен на октаву вниз от относительно струнных и это добавляет такого прям очень характерного звука при том что у меня здесь еще настроен атака релиз то есть у меня длинная атака это такая скрытая настройка очень удобная за счет нее как будто звук вылезает вылезает постепенно давайте послушаем то есть как будто пленку развернули задом наперед хотя по сути ну все играет как играет просто за счет атака релиза создается такой эффект как будто вот развернули пленку за одну наперед и она очень хорошо подводит вот к основным акцентам припева кстати в оригинале этого не было я тоже экспериментировал и мне прям захотелось я как-то слушал услышал и решил добавить вот свою версию этот элемент то есть я рассчитывал эту атаку релиз и длительность нот чтобы звук как бы раскрывался как раз к удару с нейра ко второй долей к 4 ну да не в данном случае только ко вторым долям каждого такта и это прям добавляют это движение припевного то есть очень такой хороший элементы вот мелатрон для этого прямо идеально подошел по обработке значит мелатрон в чем его особенность это изначально монофонический инструмент то есть у вас даже в лоджике он в стерео режиме не загрузится поэтому он всегда по умолчанию звучит посередине все сейчас отключу обработку мы его послушаем вот так вот он у нас звучит то есть ну довольно скучно и он звучит прям посередине и может мешаться с вокалом и с остальными элементами поэтому здесь ключевым плагином сейчас я включу вот эту обработку является микро шифт который у нас расширяет звук за счет задержки левого и правого сигнала и еще детю на одного относительно другого ну такой некий хорус эффект он добавляет вот этой глубины то есть уже как будто звук стал стереофоническим не как будто по сути так и есть и еще плюс ревер в данном случае room 2 опять же большой у нас добавляет вот это пространство ну а по обработке здесь я просто также срезал саб низ который не нужен чуть-чуть добавил яркости но при этом срезал супер верх который там может быть неприятен в миксе и компрессе который вот в эти громкие частях держит под контролем то есть и также чуть окрашивает вход ламповой сатурацией то есть раз послушаем контексте далее давайте послушаем 2 мелатрон который у нас звучит в бридже здесь у меня уже флейта с скрипками причем скрипки у нас на октаву выше звучат но в балансе что флейта все-таки громче атака быстрая ну средний релиз просто ну как обычный инструмент такой одноголосый при этом здесь я уже оставил его посередине то есть не используя микро шифт потому что это все таки такой дальний инструмент фоновый как видите он довольно тихий и у него просто срезал тоже все ненужные частоты и вот это резкие частоту от скрипок подрезал и это прям максимально фоновый инструмент он здесь довольно сильно отправлен на комнату и на длинный long verb отправлен вот на вот этот вот пол хала винтаж верб и он именно создает вот эту дальнюю дальний план дальнюю картинку и так же звучит он в последнем припеве и в конце что же давайте перейдем к органу орган у нас звучит таким образом напомню что у меня здесь выбран присед джаз орган в принципе здесь ничего не подправлял кроме что добавил чуть дисторшина перегруза встроенного здесь характерно включен лес ли в режим fest это спикер который как видите очень быстро крутится он как раз добавляет вот эту вибрацию очень характерную для дух духа тех времен подсрезал ненужный гул среднечастотный как вы видите здесь чтобы не мешалось гитары и с басом и также вот сатурация и чуть-чуть компрессия хотя у хаммонда органа нет прям какой-то динамики он прям всегда статично звучит но просто чтобы держать под контролем и тоже посыл на вторую большую комнату опять же чтобы в орган обволакил собой в припеве остальную аранжировку и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну он такой, больше как подушка такая, тоже среднечастотная, скажем так, на заднем плане микса находится, но он добавляет в это прям такого эффекта обволакивания и тоже погружает в ретро атмосферу. Ну в принципе, как и все элементы здесь в миксе. Что ж, мы с вами рассмотрели обработку всех инструментов и в следующем видео давайте уже поговорим про вокал.